приветствую всех дорогие друзья и хочу порадовать вас так как я радуюсь сейчас сам новыми бритов к вида их немного да их всего три штуки но я очень долго выбирал момент время материалы прочее прочее чтобы вот в какой-то момент взять и и изготовить и вот это случилось сталь я использовал к 990 это от бухлера это углеродка бухлеровская дальше что давайте сразу начну показывать что к чему опаньки вот в таком вот исполнении углерод еще раз повторюсь компании бухлер все в таком вот в зеркальном исполнении почему зеркальным потому что мне добывали такие случаи как я оставлял ради им чтобы того ради того чтобы выдержать геометрию и оставлял сатин такой наносатин микро прям совсем но никто говорили а что то есть такая заточка вот еще что то такое там а еще что-то полосочка вот поэтому типа там как будто я что-то не доделал что-то упустил и в этот раз и решил пойти более сложным путем но зато все вот без всяких точечек без полосочек как говорится вот это видите вот это перчатки оставляют моли же поэтому наверное нужно держать под рукой какую-то тряпушку потому что перчатки какой-то своей пропиткой все это дело портит с канаде слежит на виду вот такой вот оригинальной формы ночек и что сразу скажу пока о клинке разговор пошел очень тонкие подводки у этого особенно хотя были до ширина толщина должна быть широкая ленточка но нет она вот такая узенькая вот именно самой кромки но в этот раз я решил не затачивать до финиша я что сделал взял 6 тысячный камень в 6000 грит мягкий камень как положено для твердой стали и вывел кромку для чего это сделал потому что очень и очень многие заточники которые ну не знаю наверное просто не представляют как работать с твердой сталью сразу начинают ее затачивать вот первые движения на асфальте но с в этом я называю пример 800000 грит камень это равносильно асфальт по зернистости и поэтому говорят ой что-то на у тебя там пример крошится что-то на у тебя там еще там царапается и прочее прочее поэтому я взял 6000 грит и сделал кромку первоначально чтобы ее в самом начале не уничтожил какой-нибудь не думающий головой заточник радует то что есть такие заточники заточники которые реально думают головой и затачивать так что просто бомба просто ну прелесть блеск ну все слова то есть подходящие под описание результата которые они могут сделать да почему ли стал финишировать потому что то за . моя за . она очень она далеко не всем заходит почему потому что то за . которая заходит мне она мало кому заходит ну кто-то прям вот доволен прям будет вообще то что нужно все классно но он примеру большая часть пользователей все-таки ее перетачивают либо дают как специалистам либо сами под себя и поэтому я не стал делать финиш потому что это реально глупо и бесполезное занятие вот так я вам потом покажу какая моя за . какая не моя все ровненько все четенько вот такое сложном состоянии раньше мне как-то делали замечание что у меня прям большие клёпки большие шайбы неэстетично да кому как это раз я могу делать маленькие клёпки маленькие шайбы мне для этого все есть все представления у них не делаю только потому что те же люди которые говорят что у меня не эстетично все это выглядит а вот там где эстетично там вот все маленькая как раз вот что у них примеру продавливается древесина и бритва начинает там ну вот так вот люфтить там вертолетить кто как-то называет этими словами любыми не проще ли поставить полноценную такую шайбу и как бы не способствовать тому чтобы это сразу же начало лифти все и промялось там и так далее так далее это же древесина здесь вот такая шайба даже маловато тут еще больше надо по сути бы просто вот реально уже будет не эстетично творится поэтому делаю шайбы практичные что по древесине древесина читаю прямо что я купил палисандр тире морадо прям так написано палисандр морадо это очень редкая древесина отборная и вот эти рукояти которые я сделал из этой древесины вот это вот заготовочка всего лишь такая небольшая плашечка который еще тут раскроил умудрился бы она прям реально отборная то есть лучшее взято из общей древесины но и за это я конечно переплатил очень прилично потому что ты на и на отборная ну я думаю что переплатил не зря смотрится на просто прелесть она какая такая жестким такая сухая какая-то такая вся хотя я потом пропитал мало ли но все же древесины такая у реально дорогая что в обработке что с виду что этих других того моментах кто-то второй вариант с обушком уже толстым таким клинообразным вот так для сравнения сейчас покажу разница в обушке опа вот такой вот вариант кромка также не длина до финиша хотя я все-таки прибежался на 12 тысяч нам камушки не знаю зачем так вот просто но кромочку я уже подогнал всегда когда подгоняю кромку один слой изоленты сверху синий изолент вот это вот это нужно для заточников то есть если это заточнику вы понесете или может даже сами будет затачивать это важная информация знаю и вот такой вот вариант бритовки уже узкой примерно 6 8 где-то по ширине тоже полировка все дела да что я еще не сказал что здесь 75 процентов клин как английской бритвы и да вот бывают такие случаи говорят а почему у тебя кромка такая широкая да вот эта широкая кромка у клина вы возьмите какую-то английскую бритву и посмотрите какая там кромка большинстве случаев она вообще миллиметр три-четыре шириной вот эта кромка как у лопаты бы тут не тот вариант это бритвы новые и не сделаны по-другому хотя и на старуху находится проруха а красавец до широкий клин все дела ну все прелестно просто но он не без косяка тоже кромочку сделал просто на отмышь вот здесь просто было больше брать а я почему-то больше на пяточку придавил вот так вот видите вот здесь вот легкое легкое заужение прям еле заметный на глаз здесь в принципе вообще даже не видно но все же а вот здесь например чуть-чуть видно это причина того что я больше таскал по пятке чем по кончику и поэтому кончик вот не проработался хотя кромка здесь уже выведены в ноль поэтому при заточке имейте ввиду что начинайте с этого места и как бы больше на нем задерживайтесь просто чтобы линия была ровной кромочка плаван одинаковой шириной по всей линии вот так вот это примерно 7 8 можно уже 8 8 я не знаю я не замерял я делаю так чтобы сделать инструмент мне неважно какой ширины он выйдет мне важно чтобы он вышел вот инструментом они чем-то еще каким-то подобием поэтому я не замеряю ширину все четенько все красиво все правильно а вот теперь я мне кажется все сказал я не буду тут разглагольствовать что-то тут распевать дифирамбы прочее тут сейчас я вам покажу как обещал какой заточкой пользуюсь я и какой в основном пользуются другие пользователи так вот выглядит за . стандартная то есть которые более народные больше всем она подходит это то есть сама вот эта кромка вот так вот выглядит мой вариант должен быть вот таким как я раньше уже он говорил виде пули она не такая широкая на поуже намного она тоже такой же вот я метр и то есть размерности точнее как первое но она в виде пули то есть она закатанная вот так вот закругленная и вот именно такая вот как вот справа за . именно меня бреет и бреет мягко то которая слева я вообще не могу бриться я просто аптеку кровью вот вот вообще пол-литра сразу и поэтому поймите правильно что то что хорошо мне далеко не факт что хорошо еще кому-то ну что ж по бритвкам я вам все показал рассказал теперь хочу передать привет вадиму из омска потому что он недавно вспоминал меня ссылочку кинули брился моей бритвой то есть как бы вот так вот еще а я в свою очередь прикупил себе немецкую регулируемую там с регулируемой головой бритвку не помню как называется я посмотрю здесь вот напишу где-нибудь на экране как она называется но дело не в этом мне просто захотелось попробовать и прочувствовать те ощущения которые чувствуют люди бреющиеся вот именно т-образными бритвами у меня раньше была какая-то там фуфловенькая бритвка но я понял что она реально была фуфловенькая и поэтому взял нормальную бритву которая реально ровная правильная еще регулируемая чтобы было проще подобрать под себя вот какой-то угол там какое-то лезвие но пока у меня еще плохо получается я пока не доволен бритьем т-образной бритвой ну как сказать и получается бреюсь все нормально но чтобы вот прямо бархатные бритье получилось такое вот без единой точечки прям вот красные ну как бы пока нет хотя лезвие перепробовано штук девять там и разные способы ну вот в общем пытаюсь понять для себя не факт что я на ней останусь конечно же мне уже вот этот привычнее потому что это многолетний опыт я не знаю я в тебя уже давно эту заточку подобрал давно уже к тебя размерность бритвы подобрал и как бы бритье для меня опаской это вот какой-то просто такой я не думаю даже как и бриться я просто аккуратно все все бархатно кожа не задирается не заворачивается никаких срезов ничего нет вообще идеально все но это видимо только потому что у меня очень большой навык многолетний очень большой а вот тэшкой у меня принципе был неудачный вариант то есть дешманской которая была вообще неправильно который пенкой сразу забивалась там совсем шмурдяком два движения ее нужно было разобрать помыть вот такая была бритва так что вот теперь у меня полноценные я вот хочу понять где дзен именно в этом направлении ну что ж все сказал вкратце показал и встречайте на сайте увидимся надеюсь мы еще увидимся на следующем обзоре добра всем и до новых встреч